всем привет увидим вас такой вот уазик как обычно давайте почитаем и посмотрим итак классические коммерческие автомобили комби у нас здесь колес на фронт 44 то есть полный привод количество мест 5 из 7 на 5 и 7 длина 4390 миллиметров ширина 1940 миллиметров высота 2064 миллиметра колесная база 2300 миллиметров дорожный просвет 205 глубина преодолеваемого брода 500 миллиметров масса снаряженного автомобиля в килограммах 1890-1920 газоподъемность 940 или 910 двигатель бензиновый змз 40 911 бензин рабочий объем 2 и 7 112 лошадок максимальный крутящий момент сто девяносто восемь придут при двух с половиной тысячи брод-минуту максималка 127 км в час расход топлива 11 2 и 2 бака 50 плюс 27 литра 5-ступенчатая механика раздаточная коробка двуступенчатая с отключением приводом переднего моста тормозная система двухконтурна с вакуумным усилителем передние тормоза дисковые задние барабаны у вас 39 099 5 552 748 тысяч 900 рублей стоит такая машина видите тут еще ну вот распространенной вернее картинки то есть сзади еще есть грузовой отсек потом сейчас посмотрим ну вот смотрите опять же говорят что мол да вот они делают столько лет да вот одно и то же это дали ну во-первых смотрите повторюсь еще раз что у нас в стране по сути да ведь ничего не они она как не меняется как был север такой мало вжитой даму так и остается как там были суровые слои так они там и остаются во многих селах просто-напросто как сказать неориентабельно строить какие-то там дороги делать трассы и задали все-таки это приоритет наверно уже больших городов поэтому вот такие машины актуальны именно но в таких местностях вот там за уралом плюс-минус да это далее и в армии то есть вот эти машины в армии незаменимы а в армии какие могут условия все жестко за тем более с ним дай бог боевые действия машина долго не живет поэтому как вот так помните же когда делали эти полуторки когда война пошла там все не было одна фара что-то еще ну то есть буквально сколько час-болтора машина нажила еще и потом она погибала и все эти машины геолога разведка все эти экспедиции это дали то есть какие-то в грязи они лезут этих машинах соответственно допустим вы смотрите вы говорите ну как же так вот эту водителя нет условий его смотрите машина провалилась к этому грязи сюда то есть уже она смотрите вот если вот так вот вот это вот ну полметра да то есть машина может преодолевать брод вот 50 500 миллиметров то есть это практически вот тогда это уже практически вот сюда вода будет заходить и проставьте еще машина еще чуть не больше яму провалилась она то выйдет тут все на хрен заливается правильно и что это солдатик будет бегать потом видите здесь уже как более-менее облагородили да все это вот этим фетром и вот это вот ну тканью понимаете как а допустим если где-то вот в грязи использовать то есть наверно здесь не вот этим вот карпица да условно было делать а какой то еще но хотя бы грубый то дермантина да такой кожзамса самый дешевый чтобы ну ту же воду было просто то есть машина провалилась тут все в говне в грязи извиняюсь что делать вытащили машину человек из шланга или или с ведра то просто туда плеснул воды помыл быстро поехали все пойти как то еще было это удобно а когда все начинаются эти условия все там вот этого суда все такое естественно все это машина будет только удорожать и соответственно уже она будет не такая практичная в том плане что если мы и сильно машина заточена под грязи то естественно как-то вот такое дело хотя опять же я читал что изначально вот эти машины уазики их проектировали для чего потом когда мы туда вот зайдем но они же все разные машины то есть но в основном получается когда она цельными это металлический фургон то есть машина видите как у нас большими колесами да и с полным приводом то есть еще здесь видите как цельнометаллический кузов изначально машину вот такую планировали для чего для того чтобы вот эта машина вывозила раненых из зоны поражения после ядерной бомбардировки вы знаете как чтобы из зоны вот зараженной после ядерного взрыва раненых людей вывозить то есть тут предполагалось до почти 6 что ли насилок то есть людей по положили и вывозят соответственно там пусть здесь все разбомблено где все это дело должна машинам быть повышена проходимости ну в общем вот так военно видео и поймете как из с тех пор вот она какая вы сделали это она так вот что-то и не менялась давайте мы потом сюда придем обойдем видите нас здесь с одной стройбак и из другой стройбак здесь барабаны соответственно если машина всякие броды грязи лизит естественно что барабаны закрывает сами эти все и механизм чтобы они во-первых не пачкались и так далее здесь у нас видите ресурс еще так не запаска видимо снизу есть вы помните в машины везде стекла стоят здесь у нас видите вот опять же шов то есть там по цирской деме здесь у нас грузовое деление то есть там у нас сейчас посмотрим видите как ручка я уже все открыл чтобы тут не шуметь в кадре видите как дверь у нас распахивается полностью одна и также вторая мешок наверно 2 мы не будем открывать не попробуем вот видите когда здесь сколько можно груза положить вот ну такой фургончик здесь вернее грузовой отсек скажем так здесь у нас подножка вот так вот откинули пожалуйста удобно то есть стал зашел ну такие вот мы всем механизмы сколько в армии таких машин было на них гоняли и так далее закрываем то есть так закрывается все не будем хлопать но видите здесь вот это фиксируется еще дверца не болталась ветром при погрузке в таком плане вот видите нас еще вот так все ну то тоже видите как все сделано то есть все заточено чтобы как можно допустим хотя те же геологи пьяные сюда загрузили да давайте загрузимся пьяный геолог загрузились пьяные геологи здесь естественно у них сапоги всякие типу кончи до грязной там в трубке курить все такое но это все все в глине и там не знаю в что потом легко помыть было видите опять вот здесь вроде как вот этим облагородили а сюда ногой грязный раз и тут все в грязи а был бы из дешевенького ну-ка дерматина еще сделано но было бы намного практичнее ну собственно вот раз два здесь да но пять мест и там два то есть семь человек но 6 есть пассажиров но потесниться здесь если да допустим 7 пассажиров можно вести не знаю так вот получается смотрите сюда пересяду вот получается что если вот эту переборку убрать то как это планировали здесь была полностью стенка ну вот это вот переборка до конца и соответственно вот в этом отсеке не переборки здесь планировали что-то пять или шесть этих носилок то есть два сюда двое носила сюда вверх вниз здесь и помощь еще на полу 5 носилки из раненых вывозить и и зоной пораженной ядерным взрывом понимаете как вот вот так вот военные додумались до такого соответственно с тех пор не особо ничего ухты сейчас есть в карты это вообще классно давайте пузырек поставили мясо сальца лучок водочки и погнали вот пока еду сприска допустим так палаткам уже все хлам упились шучу вот и собственно опять же допустим взять вот эту машину и какой не знаю немецкий этот минивен естественно то не про это это про и соответственно к ней и требуя никакие да никакие вот все видите как все по простецки все так соответственно она и в грязях везде лазит и в холоде заводится служит и так далее ну соответственно все заточено под такие жесткие условия но машину видите не снимает с производства потому что еще ведь еще один бак потому что она себя оправдывает еще раз повторюсь я же использует и как медицинские уазики как почтовые и тогда задали то есть везде она может проехать соответственно у нас таких районах много но и поэтому такая вот рабочая лошадка везде везде она используется давайте попробуем здесь присесть что у нас это получится вот вот возгрузился я водительское место ну и что вот у нас видите простенький простенький руль он никак не револируется замок зажигания вот тут ну в армии конечно все было чуть по-другому такие еще были старые тут лампочки круглые снимали с них эти все они были там прикручены болтиками и там были маленькие тигры ручки все и здесь и тигры руки снимали и делали из них цепочки такие на пальцы идешь круто так считалось но восьмятых годах это было круто виде да у нас есть такой козырек зеркала никакого нет настройка регулятора давления внутри такая схема вот принципе недостаточно тут неплохо подобного там что да также наверно да все так же и тут тоже ведь у нас имеется глонас без этого гаммы никак вот такое дело зеркало тут нет собственно там смотреть ты ничего вот зеркала боковые у нас имеется дворники такие неприхотливые здесь теперь видите сделали посередине спидометр вентилятор такое дело то что у нас розетка и такой что видите нас есть на маленький пардачок вот аварийка ну сел человек да и что вот он у него тормоз глаз и вот это то есть максималка 120 ну наверное тоже на будет ехать на пределе а так где-то 90 да вот такая крест крейсерская для нее скорость 8 90 все от максимум соответственно вот так ну и в общем здесь никаким тоже удобство стекло поднимаем ручка открытие ручка дергаем верить все такое все здесь еще идти как по старому хоп ну так ведь недавно счет и в этих в копейках также было в девятках сейчас кругом все ретрости к подъемнике раньше только так было закрыли ну и что водитель удобно как считаете да в общем то человек ко всему привыкается и по идее есть какое-то время он уже все равно привыкнет и ему будет пофиг сел и поехал быстро машина не едет ну и ладно он я опять же смотрел недавно по моему за рулем журнал на ютубе выложили или другой не сейчас не помню короче на каком канале показывали эти полуторки машины которые войну использовались а максималку не было 65 км в час я когда попробовал поехать проехать с такой скорость по городу честно говоря просто ну конечно ну как голове не укладывается что машина с такой скорости туда перемещались а груженая на еще медленнее ехала вот а немцы дернулись вообще на нас вот с такой техника но как-то вот видите решились ну что в общем то мы с вами такой тут видите вместо для мафона в общем то имеем такое своем представлении о уазике в общем то все принципе понятно ну не знаю фанаты покупает допустим я вот кого видел люди покупают такие машины но естественно допустим ну они разные там без переборки и как-то переделывают в эти там ну под свои эти нужды и уже сколько было этих сюжетов о том что на буханках народ и вокруг света делает экспедиции такие задали ну то есть не знаю зачем это заводом оплачено или нет но сам факт того что это рекламный ход до носа факт того что вот эти машины они тоже покупается и и в частных целях почему нет раньше этого не было теперь пожалуйста ну фанаты фанаты рыбалок переделают а внутри там что-то не спальню домик после это вот такое дело еще раз цена 700 но грубо до 50000 рублей ну возможно наши куда торг 10 комментируйте всем пока слева и и и Продолжение следует...